Итак, друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня я покажу вторую технику по отрисовке портретов. Я люблю эту технику, она мне очень нравится, геометрическая техника, когда весь портрет состоит из геометрических многоугольников. И я подобрала портрет в рамках нашего марафона, это Дейенерис, и у нее прекрасно сделаны волосы, и именно эти волосы будут здорово показать такими геометрическими деталями. У меня это профиль, я в принципе люблю профиль рисовать, и буду показывать данную технику. Она специфическая, она получается достаточно декоративным, то есть прям реалистического изображения не будет, но вы сможете его увидеть. Эту технику я использовала уже в портретах, например, участвовала в выставках с ней, и мой портрет нарисован в этой технике, которая у меня на аватарке стоит, и занимала даже призовые места, выигрывала конкурс портрета в технике Digital, поэтому очень такая самостоятельная творческая техника. То есть это немножко другой выход на доп. иллюстратор, когда мы перестаем его рассматривать только с точки зрения применительного инструмента и создания эскизов, а уже такой вариант творчества. И сейчас я покажу. Здесь при рисунке нужно будет учитывать геометрию лица, для того, чтобы оно не распадалось, не получалось, что у вас там вытран какой-то кусок из щеки, но тем не менее это не значит, что вы должны прямо анатомично рисовать, то есть оно должно быть в меру. Начну я с лица, а потом мы будем с вами делать волосы, и у нас был эфир, когда София показывала, Соня, как делать локоны, и вот здесь покажу такую специфичную технику, как тоже можно сделать локоны. Все, как обычно, сначала мы будем рисовать перышком, сейчас я заблокирую слой, на котором у меня фотография, а после этого буду последовательно вот эти вот стали наслаивать. Естественно, сначала первый заход, после этого буду править. В чем будет отличие этой техники от, ну, например, даже то, что я показывала портрет в стиле комикс, здесь будут жесткогеометрические линии, то есть ни один из углов я спрямлять не буду. То есть когда я буду сейчас рисовать, все, что я буду рисовать, будет жесткогеометрическое. Это техника рисунка. Никак это не влияет, просто вот так же, как по унтелизм рисуется точками, здесь это будет рисоваться такими штуками. Кому-то оно нравится, кому-то нет. Я никогда ни на что не претендую, то есть как бы вы можете посмотреть, оценить. И я считаю в этом плане вот тот же YouTube, он замечательный, потому что вы можете оценить, как смотрится та или иная техника, посмотреть, нравится вам это или нет, и уже в зависимости от этого применять ее в своем творчестве, в своей работе или же нет. То есть смысл, ну, как таково, это сейчас геометрическими деталями все лицо нам с вами закрыть. При этом, смотрите, я стараюсь все-таки следовать анатомическим каким-то моментам, для того, чтобы мои детальки, они не распадались. Соответственно, сейчас я буду последовательно все лицо так зарисовывать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть поскольку я говорю Возьми вот этот оттенок Программа мне его берет И выбирает Контур Потому что тот фрагмент с которого я Это выбираю У него «контура» нет И я сейчас крашу на сером фоне Если я положу на белый А он будет смотреться по-другому Нужно сразу понимать на каком фоне это будет происходить. Поскольку здесь тоже серый фон и серый оно меня устраивает. То есть я потом положу на серый. На белом может не смотреться. То есть нужно сразу издавать цвет и оттенок фона. Вот так вот методично по одной штучке мы с вами собираем. Делаем первый прокрас. А после этого уже будем корректировать те моменты, которые необходимы. И здесь тоже на атомический спула идет получается. Это будет щека. Щека на слегка розоватая. Вот я собираю сюда тяну, который розоватый. В принципе я могу даже откорректировать. И здесь дать более холодную. То есть это уже я понимаю в такую сторону мне нужно отклонить. Могу сделать поближе. Единственное, в сериале она была не точность. И что мы сейчас поправим. Я не являюсь фанатом данного произведения. Я не читала. Я читала описание персонажа и знаю, что у Дейенерис, у этой девушки, у нее должны быть фиолетовые глаза. Соответственно, на портрете это можно будет очень легко поправить и показать именно фиолетовое ушко. И смотрите, еще в чем плюс. Я сейчас нарисую лицо, а потом, когда буду делать волосы, они автоматически у меня на другом слое. И за счет этого они будут перекрывать. То есть, все, что я сейчас положу сверху, оно, видите, перекрывает. Идет по ней. Ну, в общем, в таком духе я продолжаю, поэтому давайте ускоримся, чтобы долго не смотреть на то, как я методично все прокрашиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Мы с вами проработали заливки. И теперь переходим к следующей стадии. Это стадия, когда мы начнем вправить цвета, которые нам нравятся, которые не нравятся, пробовать разные техники, смотреть, чтобы у нас правильно стыковались детали и элементы. То есть такая уже тоненькая стадия доработки. Тогда по чуть-чуть, немножко мы с вами доводим то, что у нас получилось до желаемого. Что хочу попробовать я? То есть у нас получился портрет. во-первых, что мне не нравится, я хотела поправить ресницы. Соответственно, ну как видите, портрет у меня в таком качестве, что рисовать по нему практически невозможно. Но мне нужны только основные контуры, поэтому ничего более мне не требуется. Я жесткую геометру сейчас дам. Соответственно, поправлю ресничку. так. Не на том слое нарисовала. Сейчас нарисуем на том. Вот. Она будет у нас тоже черненькая. Сюда на место она встанет. Видите, то, что все сложено такими геометрическими кусочками в принципе очень декоративное такое полотно получается. Теперь посмотрим, подровняем где что-то вылезает, какие-то точки подвинем, чтобы были стыковки. я двигаю клавишами, то есть это инструмент Direct Selection, выбираю точечку и потом клавишами стрелочки на клавиатуре смещаю соответственно точку. Я ее выбрала и ее дергаю куда мне надо. Видите, вот здесь по крайней мере на волосах есть вот эти недочеты. То есть не очень ровно мы нарисовали. Все. Сейчас я это буду поправлять. Это надо сделать, иначе так и будут и не светиться. Еще это получается за счет того, что мы рисовали с контуром, а сейчас я контур убрала. И в связи с этим вот эта маленькая толщина контура, которая была, она пропала. Чтобы вернуть, мы это все восстанавливаем. Просматриваем весь портрет. У меня есть идея попробовать две вещи. Первый момент попробовать на волосах добавить цвет контура очень тонкий, посмотреть, как это будет смотреться. А второй вариант попробовать вот эти косы, которые есть, сделать градиентной заливкой. Сейчас я это буду пробовать и будем смотреть, как это будет отражаться. Плюс еще иллюстратор опять же в том, что я создам копию, я не буду пробовать прямо на том же. То есть у меня останется полный исходник, нетронутый. Если вдруг мне результат не понравится, я всегда смогу вернуться к тому, что было. Даже от руки, если вы уже там что-то замазали, закрасили, ну все. То есть как бы уже так. Здесь нет, здесь есть возможность это все переиграть в постоянке и это очень-очень удобно. Вроде бы алюминия. Здесь уже допустимо у нас схождение. вот лечь еще по косе сейчас немножечко поправим. То есть они как бы вот эти вот штучки они не очень видны, но выплывают все равно и создают такое дребезжание. Это не очень здорово. Но как бы я не хочу этого эффекта. Иногда он нужен, а мне сейчас он не нужен. Поэтому мы от него избавляемся. Нужно понимать к чему мы тревемся. Вот смотрите вот у меня получился в принципе портрет готовый. Сейчас вот еще точечку тут подшаманим и зуб побелее. так вот получился портрет. В принципе уже можно его брать в рамку и вот смотрите икосы получились и все. Что я хочу попробовать? Сейчас я беру это все удовольствие копирую это мы не трогаем а вот здесь я проведу эксперимент и добавлю градиентный контур. Смотрите что получилось. Более четко очертились у меня линии и в принципе достаточно интересно. При этом хочется попробовать еще второй вариант. когда контур будет не градиентным а контур будет однотонным. Сейчас мы его поставим так вот смотрите вот этот вариант мне кажется более живописным более предпочтительным. Хотя здесь тоже все интересно и красиво. Потому что надо будет все варианты показать а вы оцените какой лучше. И сейчас еще проработаю один вариант на основе вот этого. Что это будет за вариант сейчас покажу. Сделаем код. Видите как удобно в иллюстраторе то есть все что у меня есть я все сохранила ничего никуда не делала просто копирую и получаю новые эффекты. я теперь вот эти косы залью градиентиками я сейчас проработаю пару-тройку градиентов красивых скорее всего это будет радиальный градиент сейчас в иллюстраторе есть еще такой точечный но здесь попробуем сделать радиальный и я думаю что можно поправить градиент на контуре вот вот мой контур вот он мой градиент как он сейчас находится я могу например белый убрать оставить светло-серый для того чтобы он был таким образом теперь давайте попробуем этот косу проработать сейчас мы проработаем принцип а потом по этому принципу я по стандартному пойду смотрите выбираем вариант градиента радиального и здесь нам сейчас надо будет туда переложить цвета сейчас я цвета заберу с волос чтобы они у меня создались мне не так много цветов нужно но и какой-нибудь более темный более мне не требуется теперь сюда вставляю самый темный цвет сюда вставляю светлый и чтобы переход был достаточно мягким так даже этот цвет очень темный здесь давайте мягче ставить вот вот так смотрите разница небольшая но объемчик присутствует можно вот вот так вот видите она как бы заобъемилась и сейчас этим градиентом я я залью остальные прядочки именно которые плетут косу думаю что сейчас мы создадим еще второй градиент того чтобы он шел комплект вот вот посмотрите видите она стала такая более объемная коса сейчас здесь то же самое на этих прядочках это же косичка плетется вот ее мы и сделаем так как коса сразу заплелась и еще одну вот здесь у меня косичка есть тоже косой смотрим по композиции чтобы все прядки у нас были гармоничные добавлю еще сюда этого градиентика чтобы он другие волосы тоже оживил видите он дает такой перепад цвета красивый здесь бы я дала более светлый градиент по контуру вот и здесь бы тоже более светлый градиент по контуру ну смотрите еще один вариант кос они стали более четко выраженными и наверное даже самый предпочтительный вариант это вот этот когда видите смотрите как красиво заплетено здесь мы это все выплели можно еще вот здесь немножечко подплести поправим вот эти вот две штучки тоже можно дать градиентом чтобы голова получилась такая вот объемно красивыми такими косыми заплетенные смотрите скула здесь розовый оттенок можно немножко попробовать его смягчить чуть-чуть мягче еще плюс адоп иллюстраторы для тех кто знаком с классической школой рисунка и жилпись есть такой прием когда вы немножко отходите от вашего произведения и смотрите на него издалека для того чтобы оценить тот результат который у вас получается иногда даже есть прием такой складывают руку в кулачок и смотрят сквозь него ищут насколько композиционно оно верно все срослось то есть тоже большой плюс вот сейчас я удалила специально удалила чтобы издаля смотреть на то что получается как в целом картинка компонуется какой эффект я получаю нравится не нравится и так далее могу посильнее приблизить посмотреть какие у меня детали где что доработано там вставится внутрь насколько четко у меня все это состыковано то есть видите здесь очень очень такая геометрическая суть вот что у нас получилось я вам показала что не всегда это единый какой-то вариант да и мы прорабатываем только вот один вариант и никак больше это всегда работа это всегда такая творческая вещь мы можем попробовать разные варианты и при этом смотрите как округлились вот эти косички при этом я их не округляла я просто их залила градиентом определенным образом здесь тоже на кончиках его пустила и сразу так оно как-то все пушистенько заиграло это еще один вариант того как можно рисовать портреты в адоп иллюстраторе и здесь у нас с вами получилось прорисовать косы и прорисовать локоны в определенной технике естественно при желании вы можете рисовать не прямыми углами как здесь каждая абсолютно линия она стыкуется не на прямом не на 90 градусов а в смысле этот угол не скругленный оно углами а можно рисовать плавными линиями сообразными тогда будет еще больше приближенность к реальности но я к этому не стремилась мне хотелось показать именно в таком формате на сегодня все если будут вопросы обязательно пишите их в комментариях я с удовольствием на них отвечу и желаю вам ваших успехов порисовать свое удовольствие